Сейчас опять с вами на игральных картах разложим такое гадание, которое вы можете и сами дома делать. Называется оно «Где и с кем он сейчас?». Итак, загадайте своего короля. Крестового, червового, губнового, пикового. Назовите его имя и спросите у него, спросите у карт, где и с кем он сейчас, сегодня, где же он. Итак, будем раскладывать. Загадали короля? Хорошо, поехали. Девять карт ложим в четыре ряда. Так, где и с кем он сейчас? Сейчас наш король. Так, поехали. Пиковый король у нас самый верхний выпал. Он, смотрите, выпал вместе с крестовой дамой. Это говорит о том, что он сейчас находится с ней. Тут возле него выпала девятка черва, десятка пика с её стороны. Знаете, выпало такое ощущение, что он склоняет эту же девушку, женщину к каким-то отношениям. И в принципе, я бы не сказала, что она его любит, но всё-таки любовь есть, но на каком-то втором плане. Он сейчас с женщиной, и он в таком вот настроении поприставать. Но дело в том, что это настроение вызвано его печалью, которая у него была. Может он, знаете, не вижу, что будет какой-то секс, вот реально, да, либо это соцсети какие-то, либо что, либо он прямо сейчас находится. Но это просто реально идёт диалог, и он был бы не против, и он делает ей какие-то знаки пиковые. Вызваны эти знаки его плохим настроением. То есть, как назло, как отомстить кому-то хочет он. С её стороны у неё выпало то, что, в принципе, она никогда не думала, что он на это способен. Но она может сдастся, потому что где-то у неё такие вот мыслишки в голове есть. Дальше давайте посмотрим на крестового короля. Крестовый король выпал вместе с Бубновым. Это говорит о том, что сейчас он находится... Я бы не сказала, что это друг, это, скорее всего, его партнёр, потому что тут выпали два туза, причём такие разные тузы. Это говорит о том, что Бубновый много врёт вашему крестовому королю, реально врёт. И это не на друга похоже, это, скорее, похоже на партнёра, который всё время ищет какую-то выгоду. А вот Крестовый думает о своих делах. О делах, о делах. Доносит этому крестовому королю, что вот мы должны это сделать, это то. А вот Бубновый, который рядом с ним, его партнёр, ему врёт. Дальше давайте посмотрим ниже. Ниже у нас кто там выпал? Червовый король. Червовый выпал с Бубновой дамой. Он сейчас находится с... Я бы не сказала, что это какие-то любовные отношения идут. Это какие-то разговоры о деньгах, о деньгах. Это, скорее всего, Червовый пришёл жаловаться, что у него нет денег к Бубновой даме. Это, может быть, его тётя. Ну вот, очень похоже на какие-то родственные связи. Женщина немного старше его. Ну как немного? Нормально так старше. Но я бы не сказала, что годится в матери. Вот не мать она всё-таки ему. Либо очень моложаво выглядит. Знаете, такое ощущение, что вот у Червова и у этой Бубновой дамы в недавнем прошлом было какое-то мероприятие. То ли свадьба какая-то, гулянка была. Денег много потратили. Вот они сейчас обсуждают именно какие-то денежные моменты. Дальше и кого я ещё не рассказала? Я не рассказала Бубнового, который лёг вместе с Крестовым королём. Если уже абстрагироваться от Крестового, что мы говорили, мы будем рассматривать уже все карты, которые лежат по отношению к Бубновому королю. То есть у Бубнового сейчас... Ну вот, врёт он, да? Он реально тоже сейчас с королём находится, со своим другом. Либо это брат какой-то. Очень такие дружеские отношения. Но Бубновый почему-то рассказывает какие-то басни Крылова. Реально лгёт просто вот этому своему другу. Хотя, если вот судить по этой карте, не всегда это может обозначать друга, да, брата. Тут ещё может быть такое, что так как он врёт, и тут лежит пиковый, то есть что-то за спиной хочет удержать ваш Бубновый. Это говорит о том, что может быть какой-то... Пришёл человек, который хочет требовать деньги свои назад. Отдай мне деньги. А Бубновый ваш придумывает, почему бы эти деньги ему не отдать. Ну, в общем, что-то в этом роде. Врёт. К нему пришли что-то узнавать, а он врёт. А из-за чего это всё произошло? Посмотрите, какие внизу, внизу Крестового и Бубнового короля лежат карты. Лежат пики. Дама пиковая, окружённая двумя вольтами. Это говорит о том, что у Бубнового короля в ближайшем прошлом были какие-то проблемы вот с дамочкой, да. Очень похоже, что это женщина либо начальница. Ну, в общем, она видит его каждый день. Они очень сильно поругались, потому что лежит валет пиковый. Но в то же время эта пика относится к Бубновому королю нормально. Ну, как нормально, да? Вот такая вот странная ситуация появилась. Она вроде бы прыщет ядом в сторону его, и в то же время эта любовная червовая карта, червовый валет выпал. Что-то она к нему имеет, эта дама. Она какие-то виды на него имеет. имеет. У меня такое ощущение, что она намного старшего по возрасту, и она бы хотела бы с ним какие-то замутить отношения. Вот реально мне идёт вот именно так, что женщина не против, имеет какие-то к нему влечения, да, и тем самым она делает ему какие-то проблемы, и у короля Бубнового сейчас, в принципе, не очень всё хорошо, из-за того, что ему вот эта дама доставляет какие-то неприятности, сама, может, того и не желая, просто заставляет Бубнового где-то оправдываться, где-то кому-то лгать. Вот сейчас, на данный момент, чем заняты ваши короли. Вот такое небольшое гадание было. Вы можете сами раскладывать себе на своих королей дома. Трактовать, в принципе, несложно, если вам идут фигуры, дамы, это значит, что он сейчас находится с этими фигурами. Вальты можно трактовать как людей младшего возраста, либо их хлопоты, и масть карты будет определять, какие именно это хлопоты. Когда вот так вот скачут тузы, да, это значит, что ложь во спасение, я бы сказала, идёт такая, не казённые дома. Вот так вот. Если что, пишите свои комментарии, мне интересно тоже послушать, если вы знаете, где находится король, мне просто самой интересно, да, как трактовки совпадают с тем, что есть. У всех всё равно индивидуальный случай, да, если вы правильно определили, если вы правильно определили масть, свою масть, его масть, да, то никаких, в принципе, ошибок не должно быть, и карты должны очень чётко говорить. Ну, скажу так, вот где и с кем сейчас находится король, о котором вы думаете. И вот, кстати, хотела бы сделать такое замечание. Вот буквально сейчас предыдущее моё видео было, о ком думает сейчас король на этих же картах, да, и выпадало у пикового и у червового, они выпадали со своими дамами одной и той же масти, с одними и теми же вальтами. И вот, посмотрите, в этом раскладе, да, пиковый тоже выпал с тёмной, как говорится, женщиной, может, не такой пикой, да, но всё-таки выпали чёрные две карты. И король червовый выпал с бубновой дамой. Так что, вот те женщины, которые выпадали в предыдущем гадании, они и в этом гадании отобразились, также легли вместе. Единственное, что, почему отличается внешность, внешность, в принципе, в прошлом гадании, она не была не так важна, потому что выпадали три карты одной масти, да, в принципе, это гадание можно связать с тем же. То есть, тут немного дамы, дамы, они уже проявляют свои какие-то внешние признаки. То есть, если в прошлом гадании была пиковая дама, да, то вот здесь она выпала крестой, потому что картам уже надо как-то уже объяснить немного почётче вот эту даму, да, и у червового короля та же ситуация. Выпала бубновая дама, тоже красная женщина, просто уже немного в другом виде. Всё зависит от вопроса и от вашего к этому всему отношения. В общем, как-то так сегодня. Всё, спасибо, пока-пока.